МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. В ноябрьске торжественно открыли окружной центр профилактики и борьбы со СПИДом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через две недели в армию сколько муравленковских призывников пополнят ряды вооруженных сил? И в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. Итак, в ноябрьске торжественно открыли окружной центр профилактики и борьбы со СПИДом. На Ямале это единственное медицинское учреждение такого профиля. На открытии присутствовали как первые лица города, так и гости из окружной столицы. О том, чем уникален СПИД-центр регионального значения, а также о перспективах развития системы здравоохранения расскажет Ксения Епишева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие по традиции началось с перерезания красной ленточки. После все присутствующие отправились на экскурсию. В новом центре и правда есть на что посмотреть. Пятиэтажное здание оборудовано всем для того, чтобы больные тяжелыми заболеваниями имели возможность получить необходимую помощь. Рабочие места готовили. Утром сюда приезжают специалисты и начинают приезжать. Пик заболеваемости ВИЧ-инфекции на Ямале пришелся на конец 90-х. В начале 2000-х число инфицированных, к примеру, в Новом Уренгое, практически приравнялось к 200 человек. И до сих пор Ямал входит в число регионов-лидеров по числу больных вирусом иммунодефицита. Если верить статистике, на 100 тысяч ямальцев приходится 495 ВИЧ-инфицированных. За годы работы удалось достичь довольно серьезных для медицинской практики результатов. Врачи сделали все возможное для того, чтобы снизить риски передачи вируса иммунодефицита от матери к ребенку и достигли в этой области положительных результатов. А сегодня, учитывая, что в новом здании появилось дополнительное оборудование, врачи готовы заниматься не только наблюдением и лечением больных с ПИДом. Все, что сегодня есть в арсенале окружного центра, позволит медикам диагностировать и исследовать ряд довольно серьезных заболеваний и в первую очередь так называемых парентеральных гепатитов, то есть группы В, С и прочих. Интенсивность эпидемического процесса парентеральных гепатитов в 6 раз выше, чем ВИЧ-инфекции на территории округа. По данным 2012 года были выявлены 961 больной вирусными гепатитами ВИЧ и 161 случай инфицирования ВИЧ. В перспективе центр готов будет заниматься не только смертельно опасными недугами. Центр имеет перспективы развития, безусловно. Это возможность оказания услуг не только по инфекционной патологии, но и по различным иммунодефицитным состояниям, аллергическим заболеваниям. По крайней мере диагностика, та, которая в центре СПИД есть, она позволяет это делать. С открытием окружного центра появились и дополнительные рабочие места. Число персонала увеличено на 74 единицы. Что касается стационара, то до открытия нового здания спеццентра в старом одновременно могли находиться всего 15 больных. У нас будет функционировать 30 круглосуточных койк и 20 койк дневного стационара. Сложнее с врачебными кадрами, вот на сегодня нам недостаточно. Нам нужны еще три врача-инфекциониста. По всем другим категориям специалистов вопросы решены. Помимо врачей узких специальностей, в штате центра будут работать и медики смежных. В нашем штате стоматолог, экшир-гинеколог, педиатр, невролог, терапевт, психотерапевт, отолеринголог, эндоскопист, функциональная диагностика. То есть, такой перечень специалистов, которые, конечно же, будут работать не только по проблеме ВИЧ-инфекции, но и по всем другим вопросам, по которым обратится любой житель города. Но надо понимать одно. Открытие окружного спидцентра является наглядным примером не только развития медицинских технологий и улучшения качества предоставляемых услуг. Это говорит еще и о том, что проблема есть. По беспечности, собственному безразличию или пристрастию к погодным привычкам, но люди становятся носителями инфекции. И нужно понимать, что некоторые болезни не зря считаются неизлечимыми. У нас нет вакцины. Мы можем только профилактировать, предупреждать заражение и появление новых случаев, только если мы будем заниматься правильно и полномерно лечением. Ксения Епишева, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города. Ну а что касается строительства еще одного окружного объекта здравоохранения, а именно перинатального центра, то пока о торжественном его открытии речи не идет. Летом этого года строительство было приостановлено. Сейчас работы на стройплощадке возобновили. Но, несмотря на это, о конкретных сроках сдачи объекта пока никто не говорит. Мы откроем его в ближайшем будущем. Это я могу точно сказать. Потому что вы знаете, что это объект высокой степени готовности, и продолжения строительства не будет. Конкретную дату сейчас уточнить нельзя. И когда он будет сдан, вы узнаете об этом первыми. Сто муравленковских юношей признали годными к службе в ходе медицинской призывной комиссии, которая начала свою работу 1 октября. А чуть больше, чем через две недели, некоторые молодые люди уже примерят на себя солдатские шинели. Начиная с 1 октября, более 240 муравленковских юношей, попадающих под осенний призыв, прошли медицинскую комиссию. Из них почти 100 признали годными к службе. Среди них и 18-летний Владимир Нестеренко. Долг родине дать. И все. В целом, военный билет. Пропуск какой-то там на работу. То есть, от путем ковры? Да. Медицинская комиссия – это только начальный этап призывной кампании. Решать, кто пойдет служить, а кто нет, комиссия начнет с 1 ноября. Главное, чтобы ряды российской армии пополнили исключительно здоровые юноши. Соответственно, согласно графику отправок, будем отправлять ребят на сборный пункт, для того, чтобы они там проходили тоже медицинскую призывную комиссию и, соответственно, отправки уже непосредственного войска. План по призыву Муравленко – 113 человек. Первая отправка на окружной призывной пункт намечена на 1 число ноября. Евгений Дегтяренко, Вадим Брайчик. Новости нашего города. Более подробно об особенностях осенней призывной кампании 2013 в нашей рубрике «Актуальное интервью». Леон Иванович, призывная кампания, можно сказать, уже стартовала, уже в близцах к завершению медкомиссии для призывников, а скоро начнется и отправка уже в воинские части. Вот как на Ваш взгляд, все-таки сегодня готовы муравленковские призывники к службе? Да, подготовительный период фактически заканчивается. Уже у нас фактически где-то порядка 80% ребят прошли медицинскую комиссию, значит, прошли подготовительные мероприятия в плане того, значит, профессионально-психологический отбор прошел, значит, соответственно, ребят, которые имеют, значит, все данные, значит, мы оформили допуска через ФСБ, нормальные положительные моменты, вот характеристика и все остальное, полный состав семьи и образования. Ну, что хочу сказать, что, призная, значит, кампания у нас начинается с 1 ноября, первая, значит, отправка наших ребят будет 6 ноября, значит, в город Екатеринбург, 6 человек водителей категории «С». Кроме Екатеринбурга, какие города? Города, значит, Москва, Киров, Пятигорск, Сыфтывкар, значит, станция Алтайская, Владикокас, значит, станция Инская, Копьева, Храброва, это Балтика, Владивосток, значит, Еланский, ПГТ, Вольск, Севастополь, Бурмакина, Новосибирск, Чита. Насколько жесткие требования к призывникам и к здоровью в нынешнем году? Есть ли, может быть, какие-то изменения в медицинском плане? Может, внесли что-то новое, ну, к примеру, может быть... Ну, жесткие требования, да, значит, соответственно, самые такие жесткие требования предъявляются к тем ребятам, которые, значит, будут проходить службу, соответственно, ВДВ, спецназ, допустим, спецназ ГРУ, спецназ МВД, вот. Ну, там нужно не только иметь отменное здоровье, но, соответственно, иметь какие-то эти спортивные достижения. Среди муравленковцев будут такие, кто попадут в эту категорию? Да, обязательно, потому что вот наряд, который к нам выписка из плана отправок граждан, призываем на военную службу, что там у нас есть, значит, воинские части, которые будут комплектоваться, значит, будем комплектовать части ВДВ, спецназа, поэтому ежегодно попадают и спецназ ГРУ, и этот ВДВ, соответственно, воинские части, обязательно. И много наших ребят, которые стремятся туда попасть. Министр обороны заявлял, что в каждой казарме должен быть душ с горячей водой, микроволновки и вот прочие удобства. Что солдаты говорят тут? Что вам известно? Вот это указание, вы знаете, что новый министр обороны, он уже не новый, да, Сергей Кашухенович Шойгу, назначен буквально полгода назад, соответственно, одно из первых его указаний, значит, во всех казармах, гостиницах или приспособленных помещениях установить душ. Соответственно, естественно, приказ министра обороны выполнен, там, где позволяют технические возможности и так далее, душ установлен. То есть наши военнослужащие по призыву, по контракту, соответственно, обеспечены, значит, горячей и холодной водой в любое время суток. Ну, если так все хорошо, тогда, наверное, уклонистов должно быть меньше становиться. Я не могу там сказать, да, это самое, за, в большом масштабе, вот, работа идет, мы, это самое, разыскиваем, мы беседуем, мы разговариваем с родителями. Вот я говорю за город Муравленко, вот, есть, конечно, моменты, есть разные моменты, но мы с этим делом разбираемся, вот, смотрим. Плюс, вы знаете, что законодательство сейчас повинулось против таких ребят, которые не хотят проходить службу честно, вот, в вооруженных силах. Вот, федеральный закон номер 170, который принят летом этого года, он говорит о том, что, значит, призывник, который не прошел службу по законным основаниям, он, значит, лишается возможности нормального труда устроиться. Ну, допустим, получил парень высшее образование, а ему отворот-поворот. Стало известно, что пострадал солдат, солдат-срочник из Нового Литгоя, ему оставалось служить-то всего месяц, да, из-за взрыва граната ему оторвало кисть руки, вот, при этом, вроде как, и никаких учебных стрельб не было, там, вот, сейчас в госпитале, вот, что по-вашему, может быть, это недосмотр офицеров или вина? Ну, вы знаете, я вот был в командировке, значит, и нам военный комиссар, значит, это, доводил вот этот вопрос, то, что это самое. На полигоне, где проходил, значит, службу вот этот, военнослужащий по призыву, значит, в ходе осмотра мишеней, вот, он в составе мишенной команды, он выдвинулся туда, парнишка был призван снова в Оренгое, соответственно, по дороге увидел, значит, торчащий какой-то предмет железный, вот, это оказался не разорвавшийся снаряд или мина, не знаю, вот. Начал с ней, то сама взяла ее, там, или что, и вот она взорвалась, и вот получил, получил, значит, это, соответственно, ранение. Сейчас находится в госпитале, принимаются самые активные меры, это вот там, чтобы его привести в нормальный вид, соответственно, ну, вот, как бы так, ну, это личная недисциплинированность, соответственно. То, что говорят, нужно делать, нужно выполнять, нужно учиться, нужно спрашивать, нужно соблюдать элементарные меры безопасности, потому что сложнейшая техника, оружие, которое стреляют, правильно? И, соответственно, там же не бананы, деревья снимают, там учатся воевать, соответственно, и воевать на самой передовой, самой нормальной боевой технике. Большое спасибо. В составе законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа произошли изменения. Депутатское удостоверение вручено генеральному директору авиационной транспортной компании «Ямал» Василию Крюку. Новый депутат по его желанию был включен в состав комитета ЗАГС Собрания по экономической политике, промышленности и природопользованию. Также Василий Крюк вошел в состав депутатской фракции политической партии «Единая Россия». Изменения произошли в составе фракции ЛДПР. В ее состав вошел депутат Владимир Вдовин. В России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. Теперь автомобиль можно будет поставить на учет в любом регионе, независимо от прописки владельца. Кроме того, сокращено и время ожидания регистрации машины. Тему продолжит Эрнест Бавшин. Согласно новым правилам, при продаже автомобиля его не нужно снимать с учета. Его снимут, когда новый владелец придет машину регистрировать. В течение 10 суток он обязан поставить машину на учет, а сотрудники ГИБДД, в свою очередь, изменят данные в базе. «Сейчас нет необходимости регистрировать транспортные средства по постоянному месту регистрации, либо по временной прописке. В настоящее время можно зарегистрировать транспортные средства в любом регистрационном подразделении России». К примеру, если вы покупаете машину в Москве, то и на учет ее можно поставить в столице. Вам выдадут московские номерные знаки. Но машина будет числиться в том городе или поселке, где вы зарегистрированы. Еще одно немаловажное новшество – время при оформлении документов должно сократиться. «Время предоставления государственной услуги сократилось с трех часов до одного часа. То есть ожидание человека в очереди не превышает одного часа». «Сегодня обратился для того, чтобы снять с учета автомобиль. В принципе, быстренько документы сначала автомобиль осмотрели. Соответственно, где-то прошло минут 15, я документы уже сдал, все, приехал. Сейчас уже выезжаю. Такая ситуация. То есть нормально, все быстро идет, в рабочем порядке». Эрнест Бавшин, Вадим Баратчик. Новости нашего города. Министерство образования и науки утвердило федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Теперь оно является самостоятельной и неотъемлемой ступенью общества. Тем не менее, вопросов, касающихся стандарта, у педагогов еще достаточно много. О сложностях введения нового федерального образовательного стандарта для дошкольников журналистам рассказали на пресс-конференции в городском управлении образования. Как оказалось, многие аспекты нововведения четко не прописаны, и у педагогов нет внятного руководства к действию. Не разработано какое-то мониторинговое исследование, на основании чего мы можем понять, ребенок, допустим, постиг те или иные области знаний или нет. Он сможет применить те знания в своей жизни или нет. Я думаю, что это задача будущего, ну, в будущем. И в связи с этим возникает необходимость в новом педагоге, то есть педагог, который сможет слышать и слушать ребенка. То есть, понимаете, вот вся среда должна быть подстроена под ребенка. Вот на данный момент ребенку хочется рисовать, значит, он будет рисовать. Сложно сказать, как воспитатель должен организовать образовательный процесс, если в группе 30 малышей, и каждый будет заниматься своими делами. При этом еще и анархии быть не должно. Как правильно организовать деятельность так, коль мы говорим, и в стандарте это предусматривается, что как таковых занятий их не будет. Есть у нас непосредственно образовательная деятельность. И если раньше у нас было четко регламентировано временем, да, то или иное занятие, то сейчас допускается, если дети увлечены какой-то работой, то это может быть и продлено. Новый стандарт для дошкольника имеет плюсы. В их числе и то, что воспитателю предлагается уйти от традиционной системы натаскивания ребенка. Задача – заинтересовать малыша. И главное – не отбить у него желание учиться. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. И в завершении выпуска новостей коротко о том, что на этой неделе расскажут своим читателям корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. В многонациональной России очередное обострение националистической лихорадки. Как детонатор сработало резонансное убийство 25-летнего Егора Щербакова, гражданином Азербайджана в Бирюлеве. Согласно официальным данным, наш округ сегодня занимает третье место после Москвы и Петербурга по привлекательности для иностранных граждан. Их количество сегодня превышает 90 тысяч человек. Как обеспечить в регионе национальный мир согласие? Ответ на этот вопрос пытались найти журналисты СН на первой полосе издания. Каждый человек нуждается в собственном жилье, где он мог бы преклонить голову и набраться сил. Однако эту базовую потребность, как известно сегодня, не так-то просто реализовать. Вопрос в том, как это сделать с наименьшими потерями для своего бюджета. О ситуации на местном рынке недвижимости – материал на третьей полосе газеты. Всероссийский волонтерский проект «Общее дело» направлен на борьбу за трезвость в России. Его председатель, доктор педагогических наук, профессор Александр Майоров был приглашен в Муравленко. Как избавить молодежь от алкогольной и наркотической зависимости и пристрастия к курению? На эту тему Александр Майоров дал интервью журналисту СН. Читайте материал на шестой и седьмой полосах газеты. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 18 октября в Салехарде минус 7. Ветер западный до 2 метров в секунду. В ноябрьске 10 градусов тепла. Восточный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 18 октября минус 10. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.